Важное событие в жизни мы привыкли запоминать по датам, а вот день недели запоминаем редко. Но и зря я вам скажу. День недели, в отличие от числа, сразу вызывает ассоциации. Вот представьте, родился человек в пятницу, и сразу возникает мысль, что все готовились к выходным, но планам не суждено было сбыться. Если что-то случилось в воскресенье, то день ассоциируется с неторопливостью и отдыхом. А с чем же ассоциируется четверг? Вот об этом и поговорим сегодня в программе «Утренний эспрессо». Меня зовут Матвей Глебов. Будет интересно. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Посетим первую персональную выставку живописи молодой художницы Виктории Вальчук. Расскажем, какие действия лучше всего делать в четверг согласно тайскому солнечному календарю. В рубрике «Красивое утро» расскажем все о плюсах и минусах карбокситерапии. Доброе утро, любимая Брестская область! Мой любимый город Столин, мой любимый город Давид Городок. Всего хорошего, хорошего настроения, хорошей погоды. Доброе утро, Брест! Желаем всем хорошего дня! Доброе утро! Доброе утро, Брест! Желаю всем отличной погоды! Доброе утро, Брест! Всего хорошего, всем отличного настроения! Доброе утро, Иваново! Теплой вам осени и хорошего дня! Доброе утро, Брест! Русская поговорка «последождичка в четверг» означает «в неопределенном времени» или «неизвестно когда». Но меня всегда одолевала мысль, а что если в четверг пройдет дождь? Получается, что условия поговорки будут соблюдены? Сейчас узнаем, будет ли дождик в четверг или нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Каменному человеку для жизни нужно столько вещей, что для их производства приходится добывать сотни видов природных богатств и даже производить искусственные материалы, которые никогда не встречаются в природе. От каменного века до сегодняшнего дня потребление природных ресурсов одним человеком выросло в 15-30 раз. Природные ресурсы мы тратим не только на производство вещей, но и на производство упаковки для них. Бумага и картон остаются одним из важных материалов для упаковки. Бумага вырабатывается из целлюлозы, для производства которой используют древесину. И хотя древесина — ресурс, который восстанавливается, понадобится десятки лет, чтобы вырастить лес для производства бумаги. Производство целлюлозы и бумаги потребляет громадное количество воды и химикатов. Для богатой лесами Белоруссии производство бумаги стало традиционной отраслью. Каждый из нас ощущал удобство консервированных продуктов. Чтобы получить такую металлическую упаковку, прежде всего нужно произвести металл. Для консервных банок или баллончиков для дезодоранта — сталь. Для фольги или баночек для газировки — алюминий. Из недр земли добывают руду, которая содержит полезные металлы. Выделить металл из руды — трудная задача. Нужны огромные металлургические заводы, температурой больше тысячи градусов, много топлива или электричества, воды. Размер одного металлургического завода может быть равен площади целого района Минска. А одному алюминиевому заводу в год нужна третья часть электричества, что использует за год вся Беларусь. Металлургия — экологически опасное производство. На заводах приходится бороться с большими объемами отходов с загрязнением воздуха. Это удивительно, но стекло производят из песка. Представьте, чтобы произвести все стеклянные бутылки, которые потребляют в Беларуси за год, нужно раскопать карьер песка площадью стадиона «Динамо» в Минске и глубиной 14 метров. Песок похож на сахар, состоит из крошечных кристаллов. Только если сахар начнет плавиться при температуре 146 градусов Цельсия, то чтобы расплавился песок, нужна температура 1500 градусов. Чтобы обеспечить стеклозаводы энергией, используют ценное ископаемое — природный газ. В Беларуси стеклянные бутылки и банки выдувают на стеклозаводах в Гомеле, Гродно и поселке Елизово. Больше 50 лет назад начался бум пластиковой упаковки. Упаковка из пластика оказалась удобной, долговечной и дешевой. Но искусственный материал пластик получают из невосполнимых природных ресурсов — нефти и газа. Беларусь, к сожалению, не имеет больших запасов этих полезных ископаемых. Большая часть нужной нам нефти и природного газа приходит по трубопроводам из далекой Западной Сибири. Перерабатывая нефть и газ путем ряда превращений, получают искусственные молекулы, которые не встречаются в природе. Из их соединений производят десятки разных видов пластика — полиэтилен, полипропилен, полиэтилен, терифталат и другие. Только на протяжении 20 века полезных ископаемых было добыто больше, чем за всю предшествующую историю человечества. Однако почти все природные ресурсы, которые мы тратим на производство упаковки, не бесконечны. Еще эти ресурсы абсолютно не восстанавливаются или восстанавливаются в миллионы раз медленнее, чем мы их используем. Природа затратила на образование полезных ископаемых миллионы лет, а человек использует упаковку не больше месяца, а пакет — всего лишь час. Можем ли мы исправить положение, не возвращаясь в каменный век и сохранив современный комфорт жизни? Да, нужно изменить способ использования ресурсов. Как? Перерабатывая отходы. Вместо добычи природного сырья использовать вторичные ресурсы из наших отходов. Макулатуру вместо древесины. Старые стеклянные бутылки, банки вместо песка. Металлолом вместо добычи новых металлических руд. Старую пластиковую упаковку вместо нефти и газа. Если в производстве упаковки заменить природное сырье на вторичное из отходов, заводы потратят меньше тепла и электричества. И будут меньше загрязнять воздух, воду и почву. Мы не можем изменить размер нашей планеты. Но нам под силу сохранить то, что она дает нам. Начните историю сохранения планеты с себя. Отправляйте отходы на переработку. Сортируйте. По тайскому солнечному календарю с четвергом связан оранжевый цвет. Также в Таиланде четверг считается самым благоприятным днем для начала обучения. Но это в Таиланде и по солнечному календарю. А что в Беларуси и по лунному календарю? Давайте посмотрим. Фаза Луны. Третья четверть. Луна убывающая. Символ дня. Крокодил. Энергетика этих суток тяжелая и темная. При этом очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности. В любой ситуации сохраняйте душевный покой. Это день внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды, претензий. Для рожденных в этот день характерна цепкость, хватка. Любое дело доводится ими до конца. Ослабляется иммунитет и сопротивляемость болезням. В центре всех забот должен быть позвоночник. Полезно исключить из употребления мясную пищу. Сажайте плодовые и ягодные. Например, грушу, черешню и клубнику. Обработайте стволы известью. Снег с дорожек нужно убрать под крону деревьев. Сегодня один из день обольщения. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать. Вода – источник нашей жизни. Родники же люди воспринимают как чудеса природы. Считается, вода в них обладает целебными свойствами. В Брестской области выявлено более 90 первозданных источников чистой воды. Наибольшее количество находится в Барановичском, Каменецком и Пинском районах. На Барановичской земле сосредоточена треть всех родников Брещины. Необычный ключ бьет близ деревни Ясенец. Уникальный гидрологический объект относится к редкому типу восходящих источников. Несколько десятков бурлящих малых крыниц дали название роднику – кипяток. Источник у деревни Тартаки. Это один из немногих родников области, который хорошо сохранился в естественном состоянии. Почти не изменилась и эта крыница. Она находится в удивительно красивом месте – деревни Молчать. Второе место по количеству родников занимает Каменецкий район. Даже зимой не замерзает родник близ деревни Верхи. Грунтовые воды являются одним из источников питания реки Пульва. Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумин. Его кристально чистая вода проходит сквозь толщу голубой глины. Сюда люди приезжают не только испить воды, но и окунуться в специально оборудованные купели. За исцелением приходят и к святому Михайловскому природному источнику. Он находится за деревней Ставы. С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье. Источник в известном напенчине историческом местечке Дубои относится к типу холодных. В колодцах сохраняется постоянный уровень – один метр. Не изменяется и температура воды. Неизменным остается уровень воды в колодце, поставленном на месте выхода на поверхность другого родника, близ деревни Ковнятин. В деревне Пинковичи, где в начале 20 века преподавал Якуб Колос, на месте родника стоит колодец. Он называется колодец Якуба Колоса. Издавна воду обожествляли, как вечно живой родник. Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых. Особое внимание уделяется охране родников. Их оборудуют и проверяют качество воды. Некоторые, особенно ценные, объявлены памятниками природы. К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью. Всем еще раз доброе утро. Сегодня четверг, 17 ноября. И в преддверии нашей исторической рубрики расскажу, чем еще запомнился четверг в истории. Я уверен, что многие наши телезрители без труда ответят на вопрос, какой день в СССР считался рыбным. Конечно же, четверг. Еще в 1932 году ввели рыбный день, но без привязки ко дню недели. У того решения было две причины. Первая – это дефицит белковой пищи из-за малочисленности мясного скота. Вторая причина – медицинская, была обусловлена нехваткой йода в рационе питания некоторых регионов страны. Но рыбный день в то время был отменен спустя два года. Позднее, в 1976 году, снова, но уже на законодательном уровне появился рыбный день. И в этот раз за ним закрепили постоянный день недели – четверг. Проведя статистические расчеты, приняли решение, что именно в четверг реализация рыбы будет максимальной. В те годы страна наращивала рыбный промысел, и в продаже стала появляться морская рыба. Однако ее не очень хорошо покупали, так как она была новой и незнакомым советским людям. Вот и сделали своего рода рекламу в общепитах. В конце 80-х годов рыбный день стали понемногу забывать. Но многие и сегодня вспоминают с ностальгией рыбный четверг. Как я и обещал, далее рубрика «День в истории». Сегодня 17 ноября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1869 год состоялось торжественное открытие Суэцкого канала. На него съехались коронованные особы со всей Европы. Композитору Верди заказали оперу «Аида». А невиданный фейерверк чуть не стал причиной крупного пожара в городе Порт-Саид. В 1870 году родился Сергей Блажко, астроном, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки. Первым в мире сфотографировал и расшифровал спектры падающих звезд, метеоров. Автор – ряда открытий и изобретатель астрономических приборов. Лауреат государственной премии. 1871 год. В Минске основано училище органистов. По своему профилю это учебное заведение было единственным в Беларуси и поэтому пользовалось большой популярностью. Воспитанники учились играть на скрипке, фортепиано, органе, обучались исполнительскому мастерству и изучали теорию музыки. 1914 год. Дата рождения участника партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Героя Советского Союза Квузьмы Гнидаша. Группой под его командованием вели разведку и диверсионную работу возле Слуцка, Барановичей, Кобрина, Минска, Пинска, Луница и Бреста. 1953 год. Открыто здание техникума «Связи» в Минске. Стройка длилась три года. 1953 год. Открыто здание техникума «Связи» в Минске. Стройка длилась три года. Сейчас учебный корпус номер два является памятником архитектуры послевоенной советской эпохи и входит в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Среди жителей нашей области провели опрос на тему, что помогает избегать осенне-зимних сезонных болезней. Советы самые разные. И вот некоторые из них. Молодежь советует ежедневные прогулки у реки или за городом, невзирая на погодные условия. Для того, чтобы не лениться, можно завести собаку, тогда уж точно не отвертеться от прогулок. Мужчины-пенсионеры советуют закаляться, а вот женщины делают акцент на пищу. Они агитируют добавлять в рацион чеснок, лук и хрен, а также больше согревающих напитков на травах. А вот люди среднего возраста советуют делать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа. Ведь сегодня это не проблема. Все советы наших жителей по делу, поэтому выбирайте, что вам больше нравится. Больше интересной информации в обзоре прессы. В канун профессионального праздника людей, которые своим добросовестным трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны, корреспондент Брестского вестника встретился с председателем Брестского районного исполнительного комитета Владимиром Синчуком, чтобы поговорить о предварительных итогах сельскохозяйственного года, передовиках производства, преданности делу и поводах для гордости. Подробности в свежем номере. На сцене Брестского театра «Кукол» удивляла и покоряла эксцентрическая комедия положений, поставленная театром напротив, в подъезде Михаила Хейфица «Ну как он тебе?». Мать стремится выдать дочь замуж, но та противится. На первый взгляд все просто и ясно. Но по ходу спектакля вырисовываются сюжетные коллизии. О том, почему игра актеров с первых минут захватила зрителей, рассказывает газета. Заключительный этап спартакиады союзного государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования прошел в нашем городе. Несколько дней около 300 молодых спортсменов из Белоруссии и России состязались в футболе, волейболе и плавании. О победителях пишет Брестский Вестник. Новая подстанция Брест-Западная, которую запустили в городе, позволит повысить надежность электроснабжения целого ряда крупных потребителей. В торжественной церемонии ее открытия приняли участие заместитель премьер-министра Петр Парахомчик, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и другие почетные гости. Об уникальности объекта читайте в новом выпуске. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Сегодня, как и на прошлой неделе, мы не оставим вас без интересного гостя в нашей студии. Зоозащитница не только по профессии, но и по призванию Ирина Амельянчук расскажет о новом проекте, который поможет четвероногим. Скоро гостья к нам присоединится, а сейчас самое время взбодриться и разучить очередную восьмерку танца с Варварой Корж. Всем привет! С вами Варвара Корж. И сегодня мы с вами разучим уже четвертую восьмерку нашего танца. Давайте я вам ее покажу. Мы закончили в этом положении. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, давайте разучим ноги. У нас исходное положение шестая позиция. Дальше у нас правая нога делает шаг в сторону, и мы разворачиваемся в правую сторону. Раз. Дальше левая нога у нас приставляется к правой ноге. Два, три, четыре. Дальше у нас левая нога отставляется назад, и мы переносим на нее массу тела. Пять. Дальше у нас правая нога приставляется к левой. Шесть. Дальше у нас опять правая нога делает шаг вперед. Мы разворачиваемся на зрителя. Семь. И приставляем левую ногу восемь. Давайте теперь попробуем выучить руки. Итак, что у нас делают руки? Мы закончили вот в этом положении. Теперь мы левой рукой делаем круг назад и приставляем ее к правой руке. Раз. Два. Дальше мы сгибаем две руки и чуть-чуть присаживаемся. Три. Четыре. Дальше мы делаем круг двумя руками назад. Пять. Шесть. И теперь руки по швам. Семь. Восемь. Давайте попробуем соединить все вместе. Руки с ногами. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот мы и выучили наши четыре восьмерки. Завтра попробуем соединить это все воедино танец. С вами была Варвара Корж. Увидимся завтра. Пока-пока. Желаю доброго утра Кобринскому району. Счастья, здоровья, улыбок и прекрасной золотой осени. Брест, доброе утро, всем прекрасного дня. Доброе утро, Брест. Желаю всем жителям этого прекрасного города тепла в этот осенний день. Желаю вам хорошего дня, чтобы сегодня прошел у вас хороший вечер, никто не болел. Доброе утро всем жителям Жабенковского района. Желаю вам всегда хорошего настроения и любви. В рубрике «Красивое утро», которая продолжит наш эфир, мы сегодня поговорим о карбокситерапии. Если говорить проще, это газовые уколы, а именно уколы углекислого газа, которые дозированно вводятся внутрикожно или подкожно в лечебных и профилактических целях. Всегда ли это уколы? Есть ли противопоказания для проведения процедуры? О полезных свойствах и эффективности карбокситерапии расскажут профессионалы из нашей постоянной рубрики. Меня зовут Алина, я косметик пятого разряда. И сегодня мы поговорим с вами о самой трендовой процедуре этого года – карбокситерапия. Карбокситерапия была взята из нашей медицины. Наши врачи делают уколы углекислого газа в суставы спортсменам для нейропатии, лечения различных заболеваний. А эстетическая косметология пошла еще дальше и придумала, сделала, воплотила идею карбокситерапии с помощью кремов и масок. Что происходит во время этой процедуры? Конечно, мы умываем, подготавливаем кожу клиента с помощью умывания, с помощью дополнительного очищения. Как я говорила в прошлых программах, что энзимный пилинг сейчас пользуется большой популярностью, и он будет давать хорошее дополнительное очищение. Создается активное поле из углекислого газа. И простым языком говоря, наша кожа как будто начинает задыхаться. И активно брать кислород из нашей крови. Что происходит в этот момент? Начинают активно сражаться и наши клеточки. Они активнее делятся, фибробласты, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин. Наша кожа осветляется, наша кожа омолаживается. Поэтому это одна из трендовых процедур. Мы сейчас подготовили нашу модель и начинаем наносить маску. Наша маска уже из готового продукта, то есть совмещены кислоты и щелочь. Сейчас мы будем наносить маску и видеть с вами волшебство, которое будет происходить. Это одна из тех процедур, которые практически не имеют противопоказаний. Маску мы с вами будем выдерживать 15-20 минут. Будет происходить, как я уже сказала, волшебство, выделение углекислого газа. Клиент может чувствовать легкое покалывание, либо жжение, а может и ничего не чувствовать. Спустя 20 минут мы смываем маску и получаем красивый эффект на коже. А самое главное, что карбокситерапия будет еще работать сутки. Я верю, что смогла вас убедить, что эстетическая косметология на сегодняшний день находится на самом высоком уровне. Все самые топовые, трендовые процедуры мы берем из косметологии и медицины. Карбокситерапия – это одна из самых лучших процедур, которая дает глубокий омолаживающий эффект, паралонгированный эффект и, конечно же, красивую кожу. С вами была Алина. Желаю вам красивую и сияющую кожу. Берегите себя. Количество туфель на высоком каблуке в женском гардеробе часто вызывает недоумение и вопрос у мужчин. Зачем их столько, если одеваются они так редко? Не знаете? А дети знают и вам расскажут. Потому что они будут немножко мешать и не в ноги натируются. Потому что важно пройкнуть как в лугом асфальт. Потому что у них каждый день нет свадьбы. А потому что они могут, например, идти куда-то, например, на праздник. Или чтобы кому-то понравится. Потому что их надо на праздник одевать и всем должно понравиться. В туфлих только надо замуж ходить. Потому что можно застрять в туфлих и можно споткнуться. И мама отчет топуки и микрасные течения. Отчет только отчин у вас. Потому что мы хотели найти скачек. Потому что они могут идти торопляться на работу, а могут по делам. А новые нельзя одевать, когда грязные. Потому что можно прокнуть обувь. И можно упасть на круглоках. Потому что они неудобны и их можно испачкать. Ну, потому что они хотят какие-то туфли не на круглоках. Потому что им удобно не ходить. Потому что... Потому что у них... Ну, они не любят каждый день носить. Потому что у них неудобно. Мама... Папа вот... Может... Кем? Потому что у них болят ноги одних. Они любят их носить. Потому что мама... Мам, охот, одевают боченьки теплые. Потому что они не хотят их испачкать. Туфли на каблуках пока точно не понадобятся. Потому что до конца недели синоптики прогнозируют снег и гололед. Температура и так нас баловала последний месяц. Так как даже в первой половине ноября соответствовала больше началу октября. Но теперь уже не отвертимся. И будем встречать холода. Надеюсь, что все водители успели поменять резину на зимнюю. Пешеходам, особенно пожилым, советуем не торопиться, чтобы лишить травматологов работы. Далее подробнее о погоде в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Давным-давно... На 15-м году жизни... В одной маленькой деревушке... Эй, ты нашла щелкунчика? Молодец, что нашла. Огромное тебе спасибо. Какая ты смелая. Солушка! Умоляю тебя, пощади. На туфельке кровь. Не покидай нас. О боже. Кэкс, пэкс, тэкс. Домик так домик. Вступай прочь из моего замка. Конечно. Ну ладно, как скажешь. До свидания. Лучшие волшебные сказки смотрите по выходным в 9.45 на Беларусь 4 Брест. Незнание законов не освобождает от ответственности. Этому выражению много лет, но и по сей день оно не теряет своей актуальности. В программе «Утренние эспрессо» компетентные юристы отвечают на множество вопросов, которые задаете вы, наши телезрители. Можно ли отозвать согласие на обработку персональных данных? Должен ли я объяснять оператору причину моих действий? Вы вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, подав оператору заявление в письменной форме или в форме электронного документа. Оно должно содержать Вашу фамилию, собственное имя, отчество, если таковое имеется, адрес места жительства, место пребывания, дату рождения, идентификационный номер. При его отсутствии номер документа, удостоверяющего личность в случаях, если эта информация указывалась Вами при подаче своего согласия оператору. А также, безусловно, изложение сути Ваших требований, Вашу личную подпись, либо электронно-цифровую подпись. Если согласие было получено в иной электронной форме, то оператор обязан предоставить возможность для отзыва согласия в той же самой форме. Задавайте Ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также Вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренняя эспрессо». Всем хорошего дня! Если Вы что-то не уловили и хотите еще раз прослушать консультацию юриста, то сделать это очень просто. На нашем YouTube-канале доступны все выпуски программы «Утренняя эспрессо». Задать же вопросы нашим экспертам можно в любое удобное для Вас время. Наш студийный вайбер 821 55 55. Далее в эфире гороскоп и увлекательная беседа с гостем. Овну стоит быть аккуратнее в делах и отношениях с близкими. День провоцирует раздоры, создает непредвиденные ситуации на работе, усиливает риски в бизнесе. Сложный день для тельца. Ваша инициатива может быть наказуема, и все исправит лишь быстрая реакция, умение уйти от конфликтов. Возрастает риск стрессов, травм и осложнений в отношениях. Сегодня близнецы не найдут покоя. Могут обостриться хронические болезни, на работе произойдет аврал или сломается техника. Добавить стрессовых моментов могут непредвиденные обстоятельства в сфере финансов. У рака есть шансы выйти победителем из сложной ситуации, но для этого вам потребуется группа поддержки. Если вы остались вне напряженных событий, это показатель того, что рядом надежные люди. День принесет льву сплошные волнения, заставит пересмотреть планы. Не исключено, что вам придется изменить свои взгляды на дружбу, а также свою профессию. Девам не стоит бояться сюрпризов. Авантюры хоть и рискованы, но могут продвинуть вас вперед. Отправляйтесь в путь, исследуйте, проявляйте инициативу в любви. Это откроет новые горизонты. День принесет весам проверки в любовных отношениях, дружбе, бизнесе и финансах. Вы можете стать участником ярых дебатов с коллегами или друзьями. Не переходите границы дозволенного. Скорпионам понадобится способность быстро реагировать на сюрпризы. Иначе ситуация сложится не в вашу пользу. Несмотря на остроту некоторых моментов, есть шанс достигнуть договоренности. Даже привычные дела стрельцов не обойдутся без сбоев и мелких проблем. Не исключено, что ваше окружение настроено на конфликт. Игнорируйте это. Следите за своим самочувствием и проверяйте все, что касается здоровья. Катероги переживут все трудности, но только при поддержке любимого человека или семьи. Если вы оказались в кризисной ситуации, не унывайте, ведь это может принести вам неожиданную выгоду в будущем. Острые события дня повлияют на домашние рабочие планы водолея, а также на выбор окружения и места жительства. Не исключено, что бить будет по всем фронтам. Постарайтесь сохранить равновесие. Интуиция рыб будет работать на полную мощь, вызывая изумление у окружающих. Под влиянием рока могут оживиться прежние связи, вернутся люди из прошлого. Утро в самом разгаре. И в нашу студию пришел очень интересный собеседник. Зоозащитница Ирина Амельянчук. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, прежде чем перейти к вопросам, которые актуальны на сегодняшний день, хочу поинтересоваться. Какая ваша история на пути к защите животных? История началась примерно лет 12 тому назад. Я пошла в аптеку за уколчиками ребенку и нашла крохотного котенка. Я не смогла его там оставить, принесла домой. И он послужил основателем, можно сказать, всей вот этой истории. Зовут его Вавилон Валерьевич. Прямо по имени учства. С такого самого малого возраста. Да, у меня самого маленького. А в детстве у вас были домашние животные? Да, были. Я постоянно тягала кого-то домой. Как случилось так, что вы стали именно зоозащитником? Что не ограничилось только на взятие одного котенка к себе домой? У меня была маленькая дочь с аллергией. Я понимала, что котенка мне оставить нельзя. Я хотела его пристроить. Познакомилась с группами в интернете и попыталась пристроить малыша, но у меня это не получилось. Мы научились жить с котом, с аллергией, как-то справляться. И я поняла, что можно делать что-то больше, чем просто забирать с улицы одно животное. То есть можно каким-то образом это системно делать. И я начала потихонечку вникать. Как это происходило? У меня были учители такие неплохие, которые мне рассказывали, что можно размещать объявления самые различные в пристройстве. Потом я увидела посты о жестоком обращении. Я поняла, что это нельзя оставлять просто так. И что, допустим, в приюте просто-напросто кормить животных, забирать их туда, чистить. Глотки этого мало. Нужно делать что-то с законодательством. Нужно как-то менять отношение людей к животным, чтобы не было жестокости, чтобы была ответственность, чтобы не было животных безнадзорных на улице. И я немножечко с каждым годом росла в этом плане. И когда первый раз я увидела законопроект об ответственном отношении к животным, я его открыла и закрыла. И подумала, что здесь нужны очень умные люди, юристы, которые будут в этом разбираться. Но так получилось, что жизнь заставила разбираться. И я все-таки пришла к этому законопроекту, но уже на более высоком уровне, уже подготовленная. То есть это было давно, когда вы в первый раз увидели? Да, это было второе, наверное, вторая попытка принятия закона. Скажите, получается, что сам вопрос о ответственном отношении к животным, он стоит давно? Если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, с 2001 года, то есть порядка 20 лет. И сейчас этот законопроект может быть принят? Может быть. Очень большие шансы. Что для этого нужно? Что для этого нужно. Ну, в принципе, сейчас законопроект на финишной прямой. Прошли заседания рабочих групп, рассмотрели законопроект министерства ведомства, дали свои замечания. С этими замечаниями тоже была проведена работа. Следующий этап, который нас всех ожидает, это публичное обсуждение на форум «Право.Бай». Туда выставляются законопроекты, чтобы люди могли с ними ознакомиться, и чтобы мнение народа было учтено. Поэтому у всех есть сейчас шанс поучаствовать в принятии закона и в том, какой он будет на финишной прямой. Давайте, чтобы людям было, так сказать, интереснее поучаствовать, расскажите более подробно, что там в этом законе. Ну, может, какие-то тезисно, какие-то маленькие аспекты. Мы в законопроект закладывали в первую очередь ответственное отношение к животным. Под ответственное отношение к животным попадает в том числе и стерилизация, так называют. Ветеринары называют это кастрацией, но в народе как-то более мягко. Если не будет животное стерилизованное, то нас просто-напросто уже на сегодняшний день захлёстывает волна безназдорных животных, потому что по статистике 80% бывших домашних животных и их потомков оказываются безнадзорными и они живут на улице. Это видно по животным. Они ласковые, они даются в руки, они приходят к человеку за помощью. То есть истинно безнадзорные, дикие, которые родились давным-давно в природе и существовали в среде городской, они не даются в руки, они боятся людей, они убегают, прячутся. То есть если не ввести обязанность владельцев стерилизовать своё неплеменное животное, то есть которое не представляет ценности для разведения, то мы не остановим этот поток бездомных животных на улице. То есть если я правильно понимаю, если я, например, куплю собаку, меня обяжут её стерилизовать? В законе написано, насколько я помню, владелец должен принимать меры по недопущению размножения. То есть если у вас животное племенное, пожалуйста, можете его... Что это значит? Племенное. Имеющие документы о родословной имеющей и которая участвует в вязке, которая состоит в каком-то клубе и имеет право на то, чтобы разводить животных. То есть просто на сегодняшний день плодить метисов невозможно, потому что их переизбыток практически и собак, и котов. Что ещё в законе есть об ответственности? Чипирование для того, чтобы... Для бездомных животных? Для домашних. Бездомных всех животных выловить невозможно и чипировать. Это в первую очередь для владельческих животных. Если животное чипировано, это позволяет его идентифицировать. И в случае утери этого животного можно легко найти владельца. Либо в случае правонарушения. Сегодня статья 16.29 КОАП предусматривает ответственность за избавление от животных. Это приравнивается к жестокому обращению с животными. И если такое животное чипированное окажется на улице, от него избавились, можно опять-таки будет привлечь к ответственности нерадивого хозяина. Следующий этап был предусмотрен правилами, которые тоже примерно возраст их лет 20. 834-е, которые предусматривали отлов всех животных на улице. Был проект разработан новый этих правил. Там был заложен неотлов котов. И вот этот неотлов котов мы предлагали закрепить в законодательстве. В каком сейчас виде этот законопроект окажется на обсуждении, мы не знаем. Ну, то есть понятно, что Министерство ведомства имеет свой взгляд. Может им кажется, что животных быть не должно. Но Министерство финансов говорит о том, что отлов котов неэффективен. Примерно 80% выездов за котами являются холостыми. И это чистый убыток. Что значит холостыми? То есть приезжают на место, никого не ловят и уезжают. То есть это идёт трата топлива, это идёт амортизация опять-таки транспорта, это идёт заработная плата ловцам, а эффекта никакого нет. То есть котов ловить неэффективно, крайне. И практика показывает, что ниша обязательно заполняется. То есть если выловить это животное в этом месте, обязательно придёт другое животное. И не факт, что оно будет социализированное, не факт, что его удастся поймать. На сегодняшний день зоозащитники стерилизуют животных. И если отловят стерилизованное животное, которое уже прошло через руки зоозащитников, на его место придёт бездомное, дикое, которое не стерилизованное, и виток размножения численности животных, он… Получается замкнутый круг. Да. Даже больше, потому что природа регулирует такие вещи. Если интенсивно уничтожать животных, природа старается восполнить, и животные начинают инстинктивно размножаться с большей силой. То есть убирать животных не стоит с улицы. Далее, в момент обсуждения законопроекта, Министерство юстиции предложило очень интересную вещь. Министерство предложило создание места обитания животных. Это очень актуально. То есть на сегодняшний день мы знаем, что котики у нас живут в подвалах. Доступ в подвалы должен быть закрыт. Это предусмотрено правилами содержания жилых домов и территорий общего пользования. Но котикам же надо где-то жить. У нас в Беларуси есть такая практика положительная. Несколько лет тому назад примерно около пяти такие домики размещены в Кобрине. И эта практика показала, что население очень приветствует вот это. Практически нет жалоб. Котики живут. Они там в хороших условиях живут. Очень хороших, красивых домиках. Буквально на прошлой неделе или может быть недели две тому назад облетела всю Беларусь новость о том, что барановические мурзики поставили ну просто роскошные, очень красивые по дизайну домики для кошек. Это было согласовано с местным ЖКХ. Вообще ситуация с домиками, она отдана на откуп местным властям. То есть если они поддерживают инициативу, они имеют право поставить вот эти домики. Это форма благоустройства. Это не приют, это не что-то такое там непонятное. Кот гуляет по улице. Кот гуляет по улице, возвращается к себе домой. Какие плюшки? Какие плюшки от этого всего? Во-первых, это поэтапная форма изъятия безнадзорного животного из вот этой естественной среды. То есть оно изымается для чего? На временную передержку к волонтерам. В новый дом волонтеры пристраивают, то животное попадает туда. Опять-таки снижается гуманным путем численность безнадзорных животных. Вторая плюшка. Эти животные под наблюдением волонтеров, они стерилизуются и не размножаются. То есть опять-таки численность гуманным образом сокращается. Третья плюшка от населения. Сколько плюсов? Да. Эти животные находятся под пристальным вниманием волонтеров. И они в случае заболевания в ветеринарную клинику попадают, где им оказывается лечение. У животных, у котиков в частности и у человека есть общие болезни. Их немного, их очень мало. И волонтеры как раз становятся таким естественным барьером на пути передачи заболеваний от котиков к людям. Все животные очень даже своевременно излечиваются. Еще один плюс. Волонтеры наблюдают за миграцией животных. Если у кого-нибудь потерялся котик, волонтеры знают своих местных животных. Они тут же видят новичка, они тут же его фотографируют, размещают в социальные сети, и у животного сокращается путь домой. И тогда все счастливы. И котики, и хозяева. Класс. Скажите, как обстоит ситуация в мире с этим? Вот сравнительно с тем, что происходит у нас, какие там вводятся нововведения? Либо там это есть, либо мы на передовой? Нет, мы не на передовой, но мы на верном пути. И я очень рада, что вот эти изменения наступили в нашей стране. Есть страны с очень передовым законодательством. Это в первую очередь Нидерланды, там вообще нет бездомных животных. Это Германия, где очень сильный закон о животных, там тоже нет безназнорных животных. Такие же гуманные методы или нет? Да, методы гуманные. Там эвтаназии подлежат, по-моему, либо агрессивные, либо неизлечимо больные животные. И на улицах практически… Если нужно прекратить страдания, ни один нормальный ветеринар, ни одна ветклиника не умертвит жизнеспособное животное, которому можно помочь. И таких примеров масса. Мы спасаем таких животных, которые попадают под капот автомобиля. Они оказываются без лап, они попадают в капканы. Есть животные, которые попадают под поезд. Есть у нас прекрасный ветеринар, который начал делать титановые протезы. И к нему попадают животные, которым ампутируются конечности, и он их ставит на лапы. Это очень крутой проект. Это Павел Жульпа в Лиде, и животные себя чувствуют очень хорошо, они не ощущают себя неполноценными. Они не чувствуют себя инвалидами, у них нет чувства жалости к себе. Они просто живут нормальной, естественной, насыщенной жизнью. Вы сказали, берут животных на передержку. Да. Что это значит? Передержка – это временное содержание. То есть человек, у которого есть возможность для того, чтобы можно было пристроить животное, привести его в порядок, излечить и пристроить его в постоянный дом. То есть это просто бездомное животное или это животное, которое болело? Это просто может быть котенок, от которого кто-то избавился. А люди проявили сострадание, забрали этого котенка. А потом они его отдадут? С передержек отдают, да. Волонтеры не могут оставлять всех животных себе. Но это только волонтеры или это могут быть обычные люди? Могут быть обычные люди. У нас нет сегодня законопроекта о волонтерстве. Я думаю, что это следующий шаг, что такой закон может быть принят в Республике Беларусь. Сегодня волонтером называется человек, который за счет своего времени, своих каких-то ресурсов безвозмездно помогает, неважно кому. То ли это человек, то ли это животное. Но эта помощь оказывается от всего сердца за свой личный счет и безвозмездно. А как стать волонтером? Ну вот, кто-то посмотрит передачу и скажет, что я бы готов взять на передержку. Найти любую группу помощи животным в любом населенном пункте. В любой социальной сети. В любой социальной. Сегодня это Инстаграм очень популярный, это Фейсбук, в Одноклассниках тоже присутствует. То есть разные ВКонтакте и в Вайбере, и даже в Телеграме. То есть вот эти последние каналы, они тоже каким-то образом подтягиваются люди для защиты животных во всех мессенджерах и социальных сетях. Как быть пенсионером, например, который готов взять, но животному нужны миски, корм, поводок или... Волонтер ради того, чтобы у животного была крыша над головой, он готов предоставить временное пользование, лоток, мисочки, обеспечить кормом и обеспечить наполнителем. Ну и своими ручками, своими средствами доставлять животное в ветеринарную клинику. Это очень приветствуется. В среднем сколько длится передержка? Ох, по-разному. Это в зависимости от счастья. От человека, да? От человека, сколько он усилий прилагает. И от животного. И я скажу, что чем лучше фото, тем короче дорога домой. У меня был рекордный случай. Это буквально было секунд 30 после того, как я разместила фотографию животного в соцсетях. И тут же появился комментарий, никому. Вот просто никому не отдавайте, я приеду, я его заберу. Молодец, человек забрал кота. На передержку или навсегда? Навсегда. Какое отношение у людей вы вообще видите к вопросам зоозащиты? Есть люди, которые считают, что это актуально. Я уверен, масса людей, которые считают, что это вопросы второстепенные. Вот как вы видите, с вашей точки зрения, какое отношение у людей? Совершенно разное, естественно. Я бы не сказала, процентов у нас никто еще не вывел. Нет, ну, я не точная статистика. Да, я вижу вокруг себя огромное число людей, которые сострадают с животными, которые готовы прийти на помощь. Также я сталкиваюсь с жестоким обращением, потому что по роду своей деятельности я отслеживаю, мониторю случаи жестокого обращения с животными, пишу заявление в милицию. То есть я вижу совершенно разных людей. Но для меня хороших людей, сострадательных, больше. Жестокое обращение с животными – это со своими животными или с животными на улице? Со всеми. То есть владелец может плохо обращаться со своим животным. Буквально последние случаи в социальных сетях показывают о том, что идет недоработка со стороны родителей. Плохо-мало объясняется о том, как нужно обращаться с животным. Случай в Новой Боровой, когда ребенок тягал кота на поводке. Кот лежал на боку, он не хотел идти, не имел возможности подняться на лапы. А ребенок его тягал. Перед этим случай в Новогрудке, когда девочка тоже вывела на улицу кота и тащила его за собой на поводке. Последний случай, очень жестокий, когда собаку подвесили за все четыре конечности, и произошел некроз, и эта собака сейчас будет у Павла Жульпы, будет протезироваться. Мы надеемся, что она будет вести полноценный образ жизни. То есть таких случаев очень много. И та собака, про которую я говорю, она тоже хозяйская. Не хочется заканчивать на такой минорной ноте. Давайте как-то перейдем к более мажорному. В нашей стране вот сейчас пройдет вот это голосование об ответственном обращении с животными за законопроект. Народное обсуждение. Народное обсуждение. Да. Давайте еще раз расскажем людям, как в нем поучаствовать. Есть такой форум. Форум право.бай. Форум правослитно.бай. И на этом форуме нужно зарегистрироваться заранее. То есть я рекомендую это сделать уже сейчас. Форум немножечко своеобразный, нужно к нему привыкнуть, нужно правильно ввести туда свои данные. Зарегистрироваться это не очень быстро происходит, происходит, поэтому нужно быть готовым для того, чтобы потом не бежать в припрыжку. Хочешь что-то... Он приурочен к каким-то данным? Нет. Не приурочен, нет. Сейчас очередной раз законопроект разослали по каким-то министерствам и ведомствам. И опять-таки для получения замечаний. И как только будет обратная связь и будут рассмотрены эти очередные замечания, законопроект попадет на форум форум «Право.Барь». Обсуждение мы можем оставить? Комментарии какие-то или за что-то конкретное проголосовать? Нет, там голосования не будет. Вы выкладываете свою точку зрения. И я предлагаю сейчас высказаться как раз по вопросу кастрации владельческих животных, что это должна быть обязанность животного, чтобы прекратить это неконтролируемое размножение. Высказаться обязательно про места обитания котиков, потому что вы поняли, это сплошные плюсы. После сегодняшнего вашего рассказа. Тем более это выглядит очень красиво. Это не просто там какие-то картонные или там фанерные домики. Это выглядит шикарно. На каждом домике написано, кто отвечает за него. То есть можно с этими людьми связаться. И написана информация о том, с кем согласовано. То есть это не просто так, а это все связано, это все разрешено. Супер. Идея отличная. Я призываю всех, кто нас смотрел, и всех, кто знает об этом, поучаствовать в этом обсуждении. Вас благодарю за такую прекрасную беседу. Но на этом наш эфир точно не заканчивается. Вас ждет еще много-много интересного. Сейчас посмотрим прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Задумывались ли вы, когда выбрасываете мусор, что с ним произойдет дальше, и как вы можете на это повлиять? В бытовых отходах содержится около 25% полезных вторичных ресурсов из стекла, бумаги, пластика, металла, которые могут стать сырьем для производства новой продукции. Все больше жители Беларуси сортируют отходы, собирают отдельно бумагу, стекло, пластик и выбрасывают такие отходы в специальные контейнеры. Рано утром мусоровозы объезжают город и выгружают отходы из контейнеров. По всей стране сотни мусоровозов занимаются вывозом отходов из населенных пунктов. Отходы из контейнеров для вторичных ресурсов нельзя сразу отправить на перерабатывающие заводы. Сначала их нужно очистить от примесей, загрязнений, рассортировать по маркам будущего сырья, иногда даже по цвету. В крупных городах отходы сортируют на мусоросортировочных заводах. Такие заводы работают в Минске, в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, а также в Барановичах и Новополоцке. Помогают сортировать отходы линии сортировки. В Беларуси работает 80 линий сортировки почти в каждом районе страны. Поступившие на мусоросортировочный завод отходы загружают в бункеры, из которых они начинают движение по конвейерным лентам. Первым делом отходы проходят через разрыватели мусорных пакетов. Затем масса отходов подается в кабину предварительной сортировки. В ней работники отбирают все тяжелое или острое, что будет мешать работе оборудования впереди. Здесь же могут отбирать отходы стекла. Дальше отходы попадают в машины грохоты. Это большие барабаны, как в стиральной машине. Через их маленькие отверстия выпадают частицы пищи и растительного мусора. Конвейеры уносят растительный и пищевой мусор на прессование. Такие органические отходы можно перерабатывать в удобрения, полезный грунт или получить из них газ. Теперь начинается самое интересное. Из отходов нужно отделить все полезное, то, что можно переработать. А еще рассортировать по видам материала, маркам и даже по цвету. Отходы могут сортировать с помощью автоматических устройств. Так магнитные установки отбирают из отходов металлическую упаковку и другой металлолом. Специальные сепараторы могут разделять разнообразные отходы пластика по форме. Применяют даже оптические датчики, которые видят определенные виды пленки, бутылок и даже разделяют стеклобой по цвету. Чтобы тщательно рассортировать разнообразный современный мусор, не обойтись без помощи человека. Отходы по конвейеру попадают в отделение ручной сортировки, где работники выбирают вторичные ресурсы по разновидностям. Пластиковые бутылки от напитков сортируют по цвету. Тарот косметики и бытовой химии разделяют по типу пластика. Отделяют полиэтиленовые пакеты, алюминиевые банки, бумажные и картонные отходы. Все отсортированные полезные отходы прессуют. Теперь это сырье, которое отправится на заводы. Там его используют в производстве новых полезных вещей вместо добываемых природных ресурсов. Стеклобой чаще всего обретает вторую жизнь в производстве новых бутылок и банок. Но его используют еще и в производстве строительных материалов. Оставшийся после сортировки непригодный для переработки мусор отправляют на полигон отходов для захоронения. Чем лучше жители сортируют отходы, тем больше полезных ресурсов удастся получить на мусоросортировочных заводах, линиях сортировки, а значит меньше отходов попадет на полигоны. Именно поэтому во всех странах, где стараются перерабатывать отходы, просят жителей собирать отходы раздельно. Собирать отходы раздельно выгодно. Вторичное сырье можно аккуратно накапливать дома и сдавать в специальные пункты заготовки. Там за него выплатят денежное вознаграждение. Пункты заготовки вторсырья работают во всех городах республики. В них принимают стеклобой, макулатуру, бутылки СПЭД, полиэтиленовую пленку, старую бытовую технику, изношенные шины. Всего по стране более 1600 таких пунктов. Заготовленное в них вторсырье отправляют на заводы для производства новой продукции. Зачем нужна сортировка? Сокращает рост свалок. Возвращает ресурсы в цикл производства. Экономит деньги на другие нужды. Раздельный сбор отходов – вклад в наше будущее. Брест продолжает открывать новые таланты. Свою первую персональную выставку живописи в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина представила молодая художница Виктория Вальчук. Именно об этом в следующем сюжете. Пейзажи, анималистика и космос, но главное – душа. В полотнах молодой художницы Виктории Вальчук все, что откликается в чуткой женской душе. Что меня тронуло в душе, то мне хочется изобразить, показать это. И, как правило, если меня что-то очень сильно зацепило, потом люди просто смотрят и они чувствуют это. Вот так и происходит. Что-то с натурой, что-то с фотографией, что-то мои фотографии, что-то я у фотографов спрашиваю. То есть по-разному бывает. Открыла в себе талант художника Виктория совсем недавно, пока находилась в декретном отпуске. Знакомство с акварелью стало определяющим. Теперь молодая мама – постоянная участница коллективных выставок Белорусской ассоциации творческих людей. К первой персональной выставке готовилась особенно тщательно. Центральные полотна экспозиции, пейзаж родных Брещанки и мест и величественный космос, в котором каждый увидит что-то свое. Разместились 26 живописных полотен в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. У нас уже арт-пространство 4 года. С осени 2018 года, и когда открывали, хотелось открывать новые имена творческих людей города. Сейчас в арт-пространстве представляют свои картины не только начинающие художники, но и известные. Арт-пространство библиотеки открыто для всех желающих. Чтобы разместить здесь свои работы, достаточно заполнить заявку на сайте библиотеки. А познакомиться с работами молодой художницы Виктории Вальчук можно до 30 ноября. Вернемся к интересным фактам про четверг. Большинство торговых центров в Австралии закрываются позже, чем в остальные будние дни. А в кинотеатрах четвергу приурочена большая часть премьерных показов. Казалось бы, почему? Все просто. Четверг в Австралии – это день зарплаты. А так как деньги за работу австралийцам выплачивают раз в две недели или даже каждую неделю, то сфера услуг хитро подстраивается под потребителя. На этом интересные факты про четверг не заканчиваются. Сейчас посмотрим лунный календарь и продолжим. Фаза Луны, третья четверть, Луна убывающая. Символ дня – крокодил. Энергетика этих суток тяжелая и темная, при этом очень мощная. Существует большая вероятность, что такая энергия провоцирует человека на агрессию. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности. В любой ситуации сохраняйте душевный покой. Это день внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обиды, претензий. Для рожденных в этот день характерна цепкость, хватка. Любое дело доводится ими до конца. Ослабляется иммунитет и сопротивляемость болезням. В центре всех забот должен быть позвоночник. Полезно исключить из употребления мясную пищу. Сажайте плодовые и ягодные, например, грушу, черешню и клубнику. Обработайте стволы известью. Снег с дорожек нужно убрать под крону деревьев. Сегодня один из день обольщения. Следует подавлять боязнь и страх. Нельзя бездельничать. Вода – источник нашей жизни. Родники же люди воспринимают как чудеса природы. Считается, вода в них обладает целебными свойствами. В Брестской области выявлено более 90 первозданных источников чистой воды. Наибольшее количество находится в Барановичском, Каменецком и Пинском районах. На Барановичской земле сосредоточена треть всех родников Брещены. Необычный ключ бьет близ деревни Ясенец. Уникальный гидрологический объект относится к редкому типу восходящих источников. Несколько десятков бурлящих малых крыниц дали название роднику – Кипяток. Источник у деревни Тартаки – это один из немногих родников области, который хорошо сохранился в естественном состоянии. Почти не изменилась и эта крыница. Она находится в удивительно красивом месте деревни Молчать. Даже зимой не замерзает источник в деревне Верхи Каменецкого района. Родниковые воды питают реку Пульва. Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумин. За исцелением приходят и к свято-михайловскому природному источнику близ деревни Ставы. С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье. Местечки Дубоя и близ деревни Ковнятин в колодцах, поставленных на месте выхода природных источников, неизменными остаются уровень воды и ее температура. Издавна воду обожествляли, как вечно живой родник. Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых. Особое внимание уделяется охране родников. Их оборудуют и проверяют качество воды. Ограничивается хозяйственная деятельность. Некоторые особенно ценные объявлены памятниками природы. К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. По четвергам традиционно проводятся выборы в Великобритании. Впервые это произошло в далеком 1935 году и сразу стало традицией. Именно традиции, так как законодательством страны нигде не установлено, что выборы должны проходить именно в четверг. Есть только ограничения на субботу и воскресенье и на государственные праздники. Есть предположение, что эта традиция связана с тем, что четверг является базарным днем в Великобритании. Но как связан базар и выборы, это только одним британцам известно. А что еще известно про сегодняшний день, узнаем из нашей исторической рубрики. Сегодня 17 ноября. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1869 год состоялось торжественное открытие Суэцкого канала. На него съехались коронованные особы со всей Европы. Композитору Верди заказали оперу Аида. А невиданный фейерверк чуть не стал причиной крупного пожара в городе Порт-Саид. В 1870 году родился Сергей Блажко. Астроном, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки. Первым в мире сфотографировал и расшифровал спектры падающих звезд, метеоров. Автор ряда открытий и изобретатель астрономических приборов. Лауреат государственной премии. 1871 год. В Минске основано училище органистов. По своему профилю это учебное заведение было единственным в Беларуси. И поэтому пользовалось большой популярностью. Воспитанники учились играть на скрипке, фортепиано, органе. Обучались исполнительскому мастерству и изучали теорию музыки. 1914 год. Дата рождения участника партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Героя Советского Союза Кузьмы Гнидыша. Группой под его командованием вели разведку и диверсионную работу возле Слуцка, Барановичей, Кобрина, Минска, Пинска, Луница и Бреста. 1953 год. Открыто здание техникума «Связи» в Минске. Стройка длилась три года. 1953 год. Открыто здание техникума «Связи» в Минске. Стройка длилась три года. Сейчас учебный корпус номер два является памятником архитектуры послевоенной советской эпохи и входит в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Хорошей новостью поделился Минздрав Беларуси. В Республике не прогнозируется серьезного изменения обстановки с COVID-19. Во-первых, штамм, который сейчас распространяется, достаточно легкий и не сопровождается тяжелыми случаями. Во-вторых, в качестве гуманитарного груза от КНР Беларусь получила 2 миллиона доз вакцин против коронавируса, что является более чем достаточно, так как вакцинировано 70% населения, а 60% даже прошли бустерную вакцинацию. Новость, безусловно, поднимает настроение, так как здоровье – это тема номер один. Что еще интересного можно узнать из печатных изданий, расскажем в обзоре прессы. В канун профессионального праздника людей, которые своим добросовестным трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны, корреспондент Брестского вестника встретился с председателем Брестского районного исполнительного комитета Владимиром Синчуком, чтобы поговорить о предварительных итогах сельскохозяйственного года, передовиках производства, преданности делу и поводах для гордости. Подробности в свежем номере. На сцене Брестского театра «Кукол» удивляла и покоряла эксцентрическая комедия положений, поставленная театром напротив в подъезде Михаила Хейфица «Ну как он тебе?». Мать стремится выдать дочь замуж, но та противится. На первый взгляд все просто и ясно, но по ходу спектакля вырисовываются сюжетные коллизии. О том, почему игра актеров с первых минут захватила зрителей, рассказывает газета. Заключительный этап спартакиады союзного государства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования прошел в нашем городе. Несколько дней около 300 молодых спортсменов из Белоруссии и России состязались в футболе, волейболе и плавании. О победителях пишет Брестский Вестник. Новая подстанция «Брест Западная», которую запустили в городе, позволит повысить надежность электроснабжения целого ряда крупных потребителей. В торжественной церемонии ее открытия приняли участие заместитель премьер-министра Петр Парахомчик, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и другие почетные гости. Об уникальности объекта читайте в новом выпуске. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Знали ли вы, что по подсчетам ученых на Земле каждый час происходит около 760 гроз? Только в программе «Утренний эспрессо» множество интересной информации и полезных новостей. Сейчас, думаю, полезно будет узнать прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Карбокситерапия Это одна из самых лучших процедур Которая дает глубокий омолаживающий эффект Паралонгированный эффект И, конечно же, красивую кожу С вами была Алина Желаю вам красивую и сияющую кожу Берегите себя! Вот у мужчин как? Пригласили в гости, а надеть нечего Все логично Пошел и купил Либо не пошел в гости А у женщин бывает по-другому Вот, например, туфли есть, а надеть некуда Зачем тогда туфли? Ну, я тоже не знаю Знают наши юные эксперты Потому что они будут немножко мешать И не в ноги натируются Потому что важно прыгнуть как в рукам асфальт Потому что у них каждый день нет свадьбы А потому что они могут, например, идти куда-то, например, на праздник Или чтобы кому-то понравится Потому что их надо на праздник одевать И всем должно понравиться В туфли только надо замуж ходить Потому что можно застрять в туфли И можно споткнуться И мама отчет тапуки И не касты и течения А все только отчет вас Потому что мы хотели найти скачек Потому что они могут идти торопляться на работу А может по делам А новые нельзя одевать, когда грязно Потому что можно прокнуть обувь И можно упасть на кубках Потому что они неудобны И их можно испачкать Ну, потому что они хотят какие-то туфли не на кругу Потому что им удобно не ходить Потому что Потому что у них Ну, они не любят каждый день носить Потому что у них неудобно Мама Папа вот Может Кем Потому что у них болят ноги от них Они просто Любят их носить Потому что мама Мама На ход одевает боченьки теплые Потому что они не хотят их испачкать Оказывается, все просто Или нет Но что уж точно просто И точно поднимет настроение женщине Так это букет цветов Пусть небольшой, но такой желанный Если хотите быть уверенными в свежести цветов Обращайтесь в студию флористики Жордан И тогда хорошее настроение Вашей второй половинке вам обеспечено Мы продолжаем встречать 17 ноября вместе Множество интересной и познавательной информации Но запомнить все не удалось Вот именно для таких случаев На нашем ютуб канале Доступны все выпуски программы Утренней эспрессо Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одной новости Далее прогноз погоды И небольшая реклама Оставайтесь с нами Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В силах каждого человека влиять на судьбу мусора Будет ли он переработан, безопасно утилизирован Или отходы будут захоронены на полигоне Как это сделать? Все просто Собирать отходы раздельно Отходы бумаги, стекла, пластика Выбрасывать в специальные контейнеры Для вторичных ресурсов Обратите внимание на такие контейнеры Во дворе вашего дома Они могут быть цветные Или металлические С цветными надписями Стекло, бумага, пластик В контейнеры для отходов Стекла выбрасывайте Стеклянные бутылки от воды Напитков, соков, растительного масла Кетчупа, уксуса и других продуктов Стеклянные банки от консервов Детского питания Битое стекло бутылок Банок Перед тем, как выбросить Вылите остатки содержимого Мыть банки и бутылки не нужно В контейнеры для отходов бумаги Выбрасывайте коробки От бытовой техники Обуви, игрушек, конфет, хлопьев Не забудьте про мелкие коробки От чая, косметики, духов Бумажные пакеты от муки, сахара Фасовочные бумажные пакеты Старые газеты, журналы, рекламные проспекты Школьные тетради, блокноты, листы с печатью Крупные коробки Перед тем, как выбросить, сложите А вот ненужные книги Отдайте кому-нибудь даром Или сдайте в букинист В контейнеры для отходов пластика Обязательно выбрасывайте Пластиковые бутылки от воды, напитков, молока, питьевого йогурта А также кетчупа, растительного масла, уксуса Любые пластиковые емкости от бытовой химии Все пластиковые бутылки, флаконы, банки от косметики Полиэтиленовые пакеты с ручками Пакеты майки, фасовочные пакеты без остатков еды Перед тем, как выбросить пластиковую упаковку Удалите остатки содержимого Мыть не нужно Сомните пластиковые бутылки А как выбросить правильно металлические отходы Консервные банки, алюминиевые банки от напитков И другой бытовой металлолом Отходы металла тоже ценное вторсырье Но их у нас образуется не так много Поэтому отдельные контейнеры для металлических отходов не ставят Выбрасывайте металлические отходы вместе с отходами пластика На дополнительные сортировки их разделят по видам и тоже отправят на переработку Для всех видов вторичных ресурсов может быть предназначен один общий контейнер Во многих городах Беларуси жителям индивидуальных домов предлагают собирать бытовые отходы в два контейнера В один контейнер все вторичные ресурсы Отходы бумаги, стекла, пластика, металла Во второй оставшиеся бытовые отходы Пункты заготовки вторичного сырья работают во всех городах республики В эти пункты можно сдать макулатуру, стеклотару, бытовой металлолом, пэт-бутылки от напитков, полиэтиленовую пленку Есть бытовые отходы, выбрасывать которые нужно по особым правилам Потому что они содержат опасные вещества Бытовые элементы питания Батарейки, аккумуляторы Перегоревшие люминесцентные лампы Собирайте отдельно и относите в специальные контейнеры в магазины Старую или ставшую ненужной бытовую и компьютерную технику Относите в специализированные пункты приема и получайте за это деньги Или заказывайте услугу вывоза крупной бытовой техники на переработку прямо из дома Мелкую электронику относите в специальные контейнеры в крупных торговых центрах Вам кажется, что сортировка отходов это сложно? Но борьба никогда не бывает легкой Маленькое усилие каждого – большой общий эффект Получить правовую консультацию, не выходя из дома, теперь можно благодаря программе «Утренний эспрессо» Свой вопрос формулируйте и отправляйте на наш студийный Viber 821 55 55 Каждый вторник и четверг на вопросы зрителей в эфире будут отвечать эксперты нашей рубрики «Правовая консультация» Найти выход из сложной житейской ситуации помогут компетентные специалисты Которые ответят на вопросы и предложат правовой алгоритм решения проблемы Можно ли отозвать согласие на обработку персональных данных? Должен ли я объяснять оператору причину моих действий? Вы вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие Подав оператору заявление в письменной форме или форме электронного документа Оно должно содержать Вашу фамилию, собственное имя, отчество, если таковое имеется, адрес места жительства, место пребывания, дату рождения, идентификационный номер При его отсутствии номер документа, удостоверяющего личность в случаях, если эта информация указывалась Вами при подаче своего согласия оператору А также, безусловно, изложение сути Ваших требований, Вашу личную подпись, либо электронно-цифровую подпись Если согласие было получено в иной электронной форме, то оператор обязан предоставить возможность для отзыва согласия в той же самой форме Задавайте Ваши вопросы по телефону, который видите на экране Также Вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренний эспрессо» Всем хорошего дня! Неужели в наше время кто-то еще верит в гороскопы? Люди, поймите уже, наконец, что Вы сами без всяких гороскопов можете построить свое счастье Особенно, если будете избегать скорпионов Это шуточное предсказание, а серьезное – далее в «Утреннем эспрессо» Овну стоит быть аккуратнее в делах и отношениях с близкими День провоцирует раздоры, создает непредвиденные ситуации на работе, усиливает риски в бизнесе Сложный день для тельца Ваша инициатива может быть наказуема, и все исправит лишь быстрая реакция, умение уйти от конфликтов Возрастает риск стрессов, травм и осложнений в отношениях Сегодня близнецы не найдут покоя Могут обостриться хронические болезни На работе произойдет аврал или сломается техника Добавить стрессовых моментов могут непредвиденные обстоятельства в сфере финансов У рака есть шансы выйти победителем из сложной ситуации Но для этого Вам потребуется группа поддержки Если Вы остались вне напряженных событий, это показатель того, что рядом надежные люди День принесет льву сплошные волнения, заставит пересмотреть планы Не исключено, что Вам придется изменить свои взгляды на дружбу, а также свою профессию Девам не стоит бояться сюрпризов Авантюры хоть и рискованы, но могут продвинуть Вас вперед Отправляйтесь в путь, исследуйте, проявляйте инициативу в любви Это откроет новые горизонты День принесет весам проверки в любовных отношениях, дружбе, бизнесе и финансах Вы можете стать участником ярых дебатов с коллегами или друзьями Не переходите границы дозволенного Скорпионам понадобится способность быстро реагировать на сюрпризы Иначе ситуация сложится не в Вашу пользу Несмотря на остроту некоторых моментов, есть шанс достигнуть договоренности Даже привычные дела стрельцов не обойдутся без сбоев и мелких проблем Не исключено, что Ваше окружение настроено на конфликт Игнорируйте это Следите за своим самочувствием и проверяйте все, что касается здоровья Катероги переживут все трудности, но только при поддержке любимого человека или семьи Если Вы оказались в кризисной ситуации, не унывайте Ведь это может принести Вам неожиданную выгоду в будущем Острые события дня повлияют на домашние и рабочие планы водолея А также на выбор окружения и места жительства Не исключено, что бить будет по всем фронтам Постарайтесь сохранить равновесие Интуиция рыб будет работать на полную мощь Вызывая изумление у окружающих Под влиянием рока могут оживиться прежние связи Вернутся люди из прошлого Помимо всего сказанного про сегодняшний день недели Четверг еще и в религии занимает особое место В православии спустя 40 дней после Пасхи празднуется Вознесение А четверг перед Пасхой в народе называют чистым В католицизме день официально называется зеленым Это связано с древним обычаем вкушать в этот день свежую зелень И с тем, что именно в четверг происходит отпущение грехов И покаявшиеся как бы вновь возрождаются и становятся зелеными У протестантов США на 4-й четверг ноября Выпадет день благодарения Праздник выражения благодарности Богу за урожай Четверг насыщенный и всеобъемлющий Желаю и вам такого дня Но он точно не будет таким, если утром не взбодрится Далее утренний фитнес вместе с нашим юным инструктором Варварой Корж Всем привет! С вами Варвара Корж И сегодня мы с вами разучим уже четвертую восьмерку нашего танца Давайте я вам ее покажу Мы закончили в этом положении 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Итак, давайте разучим ноги У нас исходное положение шестая позиция Дальше у нас правая нога делает шаг в сторону И мы разворачиваемся в правую сторону Раз Дальше левая нога у нас приставляется к правой ноге Два Три Четыре Дальше у нас левая нога Отставляется назад И мы переносим на нее массу тела Пять Дальше у нас правая нога приставляется к левой Шесть Дальше у нас опять правая нога делает шаг вперед Мы разворачиваемся на зрителя Семь И приставляем левую ногу Восемь Давайте теперь попробуем выучить руки Итак, что у нас делают руки? Мы закончили вот в этом положении Теперь мы левой рукой делаем круг назад И приставляем ее к правой руке Раз Два Дальше мы сгибаем две руки И чуть-чуть присаживаемся Три Четыре Дальше мы делаем круг двумя руками назад Пять Шесть И теперь руки по швам Семь Восемь Давайте попробуем соединить все вместе Руки с ногами Пять Шесть Семь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Вот мы и выучили наши четыре восьмерки Завтра попробуем соединить это все воедино танец С вами была Варвара Корж Увидимся завтра Пока-пока Доброе утро Доброе утро, Брест Позитива, креатива, хорошего настроения на весь день Доброе утро, Брест Доброе утро, город Брест Я тебе желаю всего самого-самого хорошего Доброе утро, Брест Всем хорошего дня Доброе утро, Брест Всем хорошего настроения и прекрасного дня Доброе утро, Брест! Желаем всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Всем хорошего дня, хорошего настроения, улыбок и всего хорошего! Брест продолжает открывать новые таланты. Свою первую персональную выставку живописи в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина представила молодая художница Виктория Вальчук. Подробнее в сюжете далее. Пейзажи, анималистика и космос, но главное – душа. В полотнах молодой художницы Виктории Вальчук все, что откликается в чуткой женской душе. Что меня тронуло в душе, то мне хочется изобразить, показать это. И, как правило, если меня что-то очень сильно зацепило, потом люди просто смотрят и они чувствуют это. Вот так и происходит. Что-то с натурой, что-то с фотографией, что-то мои фотографии, что-то я у фотографов спрашиваю. То есть по-разному бывает. Открыла в себе талант художника Виктория совсем недавно, пока находилась в декретном отпуске. Знакомство с акварелью стало определяющим. Теперь молодая мама – постоянная участница коллективных выставок Белорусской ассоциации творческих людей. К первой персональной выставке готовилась особенно тщательно. Центральные полотна экспозиции, пейзаж родных брещанки мест и величественный космос, в котором каждый увидит что-то свое. Разместились 26 живописных полотен в арт-пространстве Брестской центральной городской библиотеки имени Пушкина. У нас уже арт-пространство 4 года. С осени 2018 года, и когда открывали, хотелось открывать новые имена творческих людей города. Сейчас в арт-пространстве представляют свои картины не только начинающие художники, но и известные. Арт-пространство библиотеки открыто для всех желающих. Чтобы разместить здесь свои работы, достаточно заполнить заявку на сайте библиотеки. А познакомиться с работами молодой художницы Виктории Вальчук можно до 30 ноября. Сколько же сюрпризов преподносило, преподносит и будет преподносить нам погода? Одним из таких сюрпризов стала зима 1932 года в США. Она была настолько холодной, что Ниагарский водопад замерз. Ожидаются ли сегодня сюрпризы, расскажут синоптики. Субтитры подогнал «Симон» Казахстан Казахстан Казалось бы, просто четверг. А сколько интересных событий случилось в этот день. Кто знает, может сегодня именно тот четверг, когда в вашей жизни произойдет что-то значимое. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Матвей Глебов. Удачи и до завтра. Казахстан 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 Казахстан